Друзья, я рад вас приветствовать на моем канале. Вы находитесь на канале Ренат Строит. Я Ренат. Добро пожаловать! Если вы не подписаны на мой канал, подпишитесь, прожмите колокольчик о всех уведомлениях. И в связи с нынешней обстановкой, возможности блокировки Ютуба, других соцсетей, я внизу в описании укажу свои ссылки на Телеграм, Яндекс.Дзен. Кому интересно то, чем я занимаюсь, кому интересно, как растет и развивается Ханна, переходите, подписывайтесь. Сейчас я вам хочу показать готовую баньку. Многие из вас спрашивали, писали, как все это выглядит. Были выпуски, но, видимо, они настолько уже в самом начале, что вы не ищите, не смотрите. Вот сейчас у меня на участке находится полностью готовая баня, размерами 2,45 на 4 метра. Идентичная баня была изготовлена в моем первом ролике на моем канале. Все, кто помнит, кто с самого начала, я подобную баню делал для Нины Александровны. Там немножечко модификация была другая, уклон крыши в другую сторону и входная дверь и витражное окно находились по фасадной стене по лицевой. Здесь же, как вы можете видеть, входная дверь у нас находится, получается, ровно посередине входной стенки. Здесь, по этой стене, по длинной, по 4 метровой, получается витражное окно размерами 700 на 2000 миллиметров. А проще сказать 70 сантиметров на 2 метра. Входная дверь получается с многозапорным замком. Ручка поднимается, все фиксируется. Пластиковая именно входная дверь, не балконная. Как вы можете видеть, петли три штуки массивные, стеклопакет, два стекла. У нас получается для бани самое оно. Наружная отделка у нас сделана из имитации бруса хвойных пород. Толщина 16 миллиметров, ширина 140 миллиметров. Здесь у нас все выглядит в таком дизайне, скандинавском, так сказать. Вот отделочка, уголочки, все симпатичненько. Я думаю, я вас не обманываю, вы все сами прекрасно видите. Вот как раз это то самое окно, 70 на 2 метра. Вот здесь у нас по этой же стенке находится еще маленькое окно. Это в самом парном помещении для проветривания, для залпового проветривания. Вот как бы в таком ключе все. Давайте зайдем вовнутрь. А, кстати, давайте сейчас еще поднимемся наверх. И я покажу, как выглядит крыша и как сделано, лишь бы не упасть. Вот здесь смонтирован капельник, сама гибкая черепица, рисунок сотами. Выглядит так. Вот здесь у нас смонтирован тоже дымоход уже. Но завтра при транспортировке я его буду снимать, потому что мы не проходим по транспортным габаритам. Когда приедем на участок, я дымоход буду монтировать уже после установки бани. Предлагаю зайти вовнутрь. Вот, про двери я рассказал. Замок хороший. Здесь получается все. Вот вы можете язычок видеть, фиксируется. Уже запрыли, ключ повернули, уже ручка зафиксирована. Ну вот, все хорошо. Пользоваться удобно, комфортно. Здесь у нас в самом помещении, в самой комнатке отдыха, раздевалка. Здесь она не такая большая. Получается, стены отделаны вагонкой штифа. Биль, хвойных пород размеры 11 миллиметров, ширина 110 миллиметров. Вот получается, вот все в таком ключе выглядит. Вот печка, экран металлический. Печь у нас, дверка со стеклом. Вот здесь вы можете и меня видеть. Вот дверка со стеклом. Можно сидеть, отдыхать и смотреть, как горит огонь. Зольничек, там все, как бы, получается. Да, зашли, выключатель, все работает. Так, прикрою дверку. Дверь в парное помещение стеклянная, матовая. Чем она хороша? Если устанавливать деревянную дверь, повышенная влажность, дверь все равно будет набирать и впитывать влагу, гулять, будет расклинивать ее, будете мучиться. Такие дверки можно ставить и с ними ничего не происходит. Ручка здесь на магните. Вот, все хорошо работает. Если кто-то находится здесь, допустим, то не видит, что происходит в самом парном помещении. Так как матовое стекло. Вот вы сами можете видеть, что не просвечивает. Ну вот, теперь заходим в парное помещение. Вот здесь у нас получается, самое интересное, это вот печка. Печка, как и в остальных других банях у меня, Тигра, компания «Эволюция Тепла», Тигра Классика, камни уже в каменке. Вот, здесь у меня, как вы можете видеть, уже сделаны рейки для транспортировки. По месту, когда баня приедет, установятся эти рейки, демонтируются. Потому что если топить печь с ними, они загорятся. Вот, про печь сказал. Вот, вы можете видеть меня уже, мое отражение в баке. Но ничего страшного, я думаю, никого это не смущает. Дальше у нас на печь установлен кусок монотрубы, 250 мм для поднятия, чтобы было удобно поддавать воду на камни, в каменку. Дальше смонтирован бак, получается, на 50 литров. Тоже компания «Эволюция Тепла». Друзья, не реклама, ребята очень хорошие, завод классный. Мы с ними не первый день сотрудничаем. Они помогают нуждающимся, участвуют в наших проектах тоже. Вы, кто смотрит канал «Сансара», видели. Они помогали с печкой и лешему, и отшельнику. Как бы все это прекрасно было. Вы видели. Так, бак на 50 литров из нержавеющей стали. Отражение вы видите. Крам для слива горячей воды. Здесь можно поставить какую-то емкость. Но это уже на вкус и цвет, как говорится, как хозяева решат. Дальше на баке у нас установлен шибер. Открываем, закрываем. Вот на шибере уже переход с монотрубы на сэндвич. Сэндвич здесь тоже необычный. Не каменная вата используется внутри, а перлит. Кто только меня видит, я рекомендую такие дымоходы. Там перлит, он держит температуру до 1200 градусов и не спекается. Дальше установлен в потолке самому, ну уже крыша, потолочный проходной узел. Там пустое пространство будет заполнено каменной ватой. Ой, не каменной, а базальтовой ватой. Сам угол обшит листом стекломагния. За этим листом стекломагния смонтирован, еще закреплен, получается, базальтовый картон. И потом этот лист. Этот лист тоже там держит хорошую температуру. Вот здесь в плане пожаробезопасности все предусмотрено. Так, вагоночка у нас обита вот так. Все красивенько, чистенько. Такие два абажурчика, как вы можете видеть, тоже. Создают такой уют. Полог у нас шириной 70 сантиметров. С зазорчиком. По ширине вполне очень приятно и удобно лежать. И вот здесь такая, типа лавочки на 30 сантиметров. Тоже сидеть удобно. Вот здесь также есть окошечко, которое я вам показывал, показывал снаружи для залпового проветривания. Вот, или просто для подачи там свежего воздуха. Кому как удобно. Открывается, закрывается. Деревянный тоже там стеклопакетик. Вот здесь все выглядит. Это вот так. Я думаю, согласитесь со мной, что очень уютно и очень комфортно находиться в такой бане. Вот, что сейчас по вашим комментариям. Вы меня давно просили рассказать про один свой инструмент. Вот, что я и сделаю. Какой? Смотрите далее. Приятного просмотра. Теперь по вашим просьбам сделаю небольшой обзорчик. Вернее, расскажу про этот инструмент. Для чего я его приобрел. Вот, что с помощью него можно делать. Вот, это аккумуляторный нейлер. Он используется в каркасном домостроении. Вот, забивает вот такие гвозди. От 50 миллиметров. Вот такие. До 90. Вот сам максимальный гвоздь вот такой. Вот, сам магазин находится под углом от 30 до 34 градусов. По отношению к... Ну, вот, вы можете видеть, вот, если будет гвоздь забиваться перпендикулярно в столу, то вот под таким наклоном находится в кассете. А баёк здесь получается в виде D-образной буквы. Вот такое он, как раз удобство. И получается, что баёк забивает этот гвоздь. Вот, а дальше второй не трогает. Вот, но тут такие тонкости не особо важны. Я думаю, мне он очень сильно помогает в строительстве. Вот, в строительстве моих бань. Вы его видели в прошлом году летом, когда я переделывал крышу своему хорошему другу Сергею. Вот, и там обрешётку помогал прибивать мне вот именно этот аппарат. Вот, аккумуляторный эллер очень удобно, очень быстро. Допустим, если обычным молотком я могу забивать гвоздь там несколько секунд, вот, то этот буквально за считанные доли секунды вгоняет 90-й гвоздь. Сейчас продемонстрирую. Получается, открываем магазин. Тут лента, в качестве пружины используется лента металлическая, она давит на саму кассету. Вот, заряжаем кассету гвоздей. Всё видно прекрасно. Отпускаем. Вот, в этом месте всё придавлено. Вот, получается, я подготовил две доски. Вот, гвоздь не добила. Вот здесь с помощью вот этого можно регулировать глубину забивания гвоздя. Вот, сейчас я всё отрегулирую и покажу, как будет забиваться. Также вот эта белая штучка требуется, если идёт какая-то чистовая забивка гвоздей, чтобы не портилась древесина. Здесь, получается, металлические усики. Вот, вы можете видеть такие, как шипы. Вот, с помощью них может портиться древесина, мяться. Вот ударом. Вот, сейчас, смотрите, вот. Вот, пожалуйста, гвоздь забился хорошо. Также всё зависит от нажатия. Если прижали плотно пистолет, он забивает. Вот, всё. И сейчас это даже, ну, будет сложно разобрать. По поводу самих гвоздей. Гвозди бывают обработанные, вплоть до того, что даже есть гвозди из нержавеющей стали, но они стоят, как чугунный мост на данный момент. Вот, я использую вот такие гвозди с гальванической обработкой. Вот, есть оцинкованные гвозди. Вот, ершёные, гладкие, чёрные, обычные. Вот, как бы я пользуюсь такими гвоздями. Нужен ли вам для... Ну, нужен ли вам такой инструмент, чтобы он у вас просто был, если вы часто не работаете, так как мне, допустим, он нужен в строительстве. Я постоянно занимаюсь строительством, мне этот пистолет постоянно требуется. Вот, если вам не нужен на постоянной основе, то можно посмотреть более другие марки, они будут подешевле. Цены называть не буду, это просто обзор этого инструмента. Вот, работает вот он на аккумуляторе таком. Вот, можно сделать, поставить другой аккумулятор. Вот этот. Вот, он более мощный, чем тот. Вот, всё в таком ключе. Этот инструмент действительно достойный. Он меня очень сильно уручает, очень сильно помогает. Также для, вроде, простоя, но очень удобная. Вот такой крючочек. Можно спокойно вешать, как бы, за обрешётку цеплять, где-то на каркас зацепить. Всё очень удобно. Также, когда, если вы приобрели такой инструмент, вот, с обратной стороны, есть всё, все требования, которые нужно соблюдать, чтобы не, в первую очередь, не повредить самого себя. Вот, здесь всё прописано. Ну, вот, ещё моменты есть такие. Вот, перейдём сюда к ручке. Вот здесь всё прекрасно видно. Двоечка, это объём 90-й гвоздь. Вот, всё, что меньше, там, от... Ну, 50-й гвоздь можно поставить на 1-рочку. Менее... Энергии меньше затрачиваться на 1-рки. На 2-ки, конечно, энергии затрачиваться больше. Также, можно бить одиночный гвоздь. Это мы вот нажали. Вот, если нам нужно бить очень быстро, так сказать, очередью, как в автомате, то мы переключаем вот здесь вот три символа гвоздя. Можем просто нажать курок и бить. Вот, вы сами видели, буквально за секунду он может забить там пару гвоздей. Это ускоряет мою работу, ну, экономит моё время. Это, конечно, эти вложения оправдываются в моём случае. Нужно ли это вам? Сами решайте, сами смотрите. Вот, более... Что ещё я бы мог сказать по этому? Вот, здесь тоже, если вдруг идёт загибание гвоздя, мы отпускаем вот здесь крючок. Баёк может не вернуться. Отпускаем, выравниваем баёк, он возвращается. Глубина забивания регулируется вот этим колёсиком. Вот так вот, такой вот пистолет, которым я очень доволен. Вот, давайте поверну, покажу, как всё это выглядит. Ну что, друзья, я думаю, рассказал. Я так полагаю, что вам интересно то, каким я инструментом работаю, какой инструмент у меня в работе. Каждый инструмент я буду вам иногда потихоньку делать такие обзоры. Есть у меня некоторые приобретения, на данный момент, с которыми я тоже с вами в ближайшее время поделюсь. Вот, так что не пропадайте, смотрите, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, комментируйте. Ну вот, также подписывайтесь на мои другие соцсети, если вам интересна моя деятельность, интересна моя собака, как она растёт, Ханна. Вот, буду всем рад. От себя хочу пожелать всего самого наилучшего, крепких, тёплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов. Пусть у вас всё будет прекрасного, мирного неба над головой. С вами был Ренат, канал Ренат Строит. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. А они непременно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова